Сэмми! Сэмми, помоги мне глаза открыть, я не могу глаза открыть, я чё-то так спать хочу. Сэмми! Эй, ты чё, ты решил мою чаёк испортить? А ну-ка брысь отсюда! Отдай мою кружку! Блин, кто сказал, что утро доброе? О, Бэнди, а чё у тебя с физиономией? Ну я ж говорю, лежал немного неудачно, никак проснуться не мог. А почему у тебя пятна на лбу? О, Борис, даже не спрашивай, на балкон вышел чаёк попить, ну там, блин, какие-то голуби активные. В общем, я под артобстрел попал. Артобстрел? Чё-то я не понял, тебя что, голуби рисунками закидали? Да лучше бы они меня рисунками закидали. Ты чё, тебя что ли это голубь? Очень смешно, Борис, вот совсем не смешно. Сэмми, приготовишь мне этого голубя на обед? Мой лорд, но голубь это птица мира, голубей нельзя есть. Ну что ты, Сэмми, конечно же я не буду его есть, просто приготовь мне его. Вот слушай, Кэп, что бы ты сделал, если бы тебе голубь на чашку нагадил? А можно я промолчу? Ладно, молчи, ты же фарфор, фарфор вообще разговаривать не должен. Всё, я теперь на балкон не выхожу без шапки. Или ещё лучше с зонтиком, Борис, у меня есть там шапка или зонтик, нарисовали мне что-нибудь? Ой, сейчас, Бенди, пять секунд, сейчас я типа ищу какой-нибудь головной убор. Эээ, да, сегодня гардероб у тебя, конечно, не очень шикарный, ну вот юбчонку нашёл. Борис, как я буду юбчонкой прикрываться? Ой, не знаю, вот ещё одна юбчонка розовой перчатки. Борис, о, смотри, какие мы тут элегантные, нет, такую шапку жалко голубям отдавать. А это тоже шапка, смотри, какая красивая, вот в ней я буду зимой ходить. Так, а это чья шапка? Нет, это Алисина шапка, я с ушами шапку одевать точно не буду. А ещё есть что-нибудь? Цилиндр? Нет, цилиндр маленький. Голуби явно не промахнутся. А эти, а тут ещё меньше цилиндр. Тут вообще голубям попасть расплюнуть. Ну извиняй, Бонти, больше ничего нет, юбочки одни. Эх, юбочки, жалко шапку мне нарисовать, зима как-никак на носу. Здорово, чернильные пацаны, сейчас историю расскажу, упадёте. Подхожу я сейчас к студии, идёт такой культурный человечек в пальтишке с портфельчиком такой. И тут шлёп ему голубь на пальтишко. Я таких матов в жизни не слышал. У меня бы уши завернулись, если бы они у меня были. А чё вы не ржёте? Бенди, а чё тут у тебя на башке? О, да ты тоже под обстрел попал. Ха-ха. Ну поздравляю, но твои мысли позитивны, это же к деньгам. Чтоб тебя так за 100 рублей обгадили. Нет уж, спасибо. Меня голуби даже не любят. Ну почему это? Вот зрители к тебе уже более благосклонно стали относиться. Уже комментарии помягче. Кластический критик. Фантастический ты у нас теперь критик. Ещё какой-то классный, суперский, самый лучший. Просто сейчас ты у нас богом станешь. Нет уж, увольте, у него слишком много работы. Кстати, Сэмми, я видел, что это ты голубей на балконе подкармливал. Ты чё их сегодня протухшей растишкой накормил? Что? Сэмми, так это ты во всём виноват. Нет, мой лорд, я здесь ни при чём. Я им только крошки от хлеба иногда бросаю. Ай, я думаю, какого чёрта они сюда летают каждое утро? Сэмми, да ты у нас голубятник, оказывается. А я и не знал. Нет, Кол, я не голубятник. Мне просто очень жалко этих бедных птиц. Ну да, конечно, а лорда не жалко. Да ладно, лорд как-нибудь уже отмоется, пойдёт. Мой лорд, можно я вам пойду помогу? Всё-таки это моя вина. Не-не-не, Сэмми, поставь меня на место, я сам справлюсь. Ну всё, я через пять минут сейчас вернусь. Эй, Сэднос, почему ты в поводках? А это няни меня гулять выводят. Да ладно, они чё, озверели что ли? Нет, они говорят, что так безопаснее. Ну в чём-то они правы, наш мир полон злых пони, клоунов и всяких там телепузиков. Но я думаю, поводок тебя от них не спасёт. Я не виноват, кол, это няни так мне сказали. Ну я доберусь до этих нянь. О, Анти, ты куда собрался? Да вот сегодня на улице прекрасная погода, я решил прогуляться. Слушай, будь другом, возьми Сэдноса с собой, а то няньки совсем с ума посходили. Да, конечно, без проблем, пойдём со мной, Сэднос. И меня, меня возьмите! Ну и меня тогда тоже прихватите. Эй, вы куда собрались? А выпуск кто будет делать? Анти, забирай Сэдноса и иди. А этих двоих не бери с собой. Ядрит, мадрит, да что за лентяи такие вокруг, один я буду работать. Борис, я вообще-то тоже работаю, даже побольше всех остальных. Да я тебя сами вообще не имел в виду, я имею в виду вот этих демонов-голозадых. Эй, кто это тут-голозадый? Ну так-то он прав вообще-то, мы реально голозады, у нас только бантики да перчатки. Ну хотя да, Борис, ты прав. Ну вот, садитесь быстренько, выпуск давайте делайте, ребята уже заждались. Очередь тут насобирали. Будете работать без выходных и спать вам не разрешу. Эй, Кол, ты не это, не расскажешь мне, чё это он тут раскомандовался? А фиг его знает, может он теперь начальник? Ладно, ладно, начальник, ты не ругайся, мы сейчас всё сделаем. Сейчас за пять секунд выпуск снимем. И это самое, давай начнём с картинок-загадок. Да, давай, братюнь, а то у нас сейчас этот серый волк сожрёт кедрень и фени. Никакие охотники нас не вытащат. Борис, ну ты иди отдыхай, мы тут с Колом сами справимся. Вот, смотри, мы работаем. Картинка-загадка номер один. Давай-давай, Кол, помогай. А, помогаю. Картинка-загадка номер два, какой-то баран. Картинка-загадка номер три, я думаю, вы легко отгадаете, кто это, если не забыли имя. Картинка-загадка номер четыре, какой-то этаж. И под номером пять у нас загадана, чья это кепочка. Я думаю, это тоже легко отгадать. Ну чё, он там ушёл? Да, ушёл, ушёл. О, разбушевался серый. Слушай, Сэмми, ты не в курсах, а чё это с Борисом случилось? А, мой лорд, это Катеринка его за главного сегодня оставила. А, я-то думаю, чё там в лесу сдохло, чё я тут раскомандовался. Всё понятно, тогда, Кол, сидим тихо, слушаемся, батьку. Да вообще без проблем, а то ещё покусает. Это у нас блок Алисы пошёл туда. Сейчас одни Алисы будут, Борис специально нам насобирал. Что мы можем сказать об Алисе? Алиса сегодня у нас выходная, поэтому придётся нам с тобой, Кол, за неё говорить. Что мы можем о ней сказать? Она у нас красавица, умница, красиво одевается, стройненькая, очень хорошо поёт. Кол, ну помоги мне, что ли? А, да конечно, без проблем. Ещё она носит огромные рога, у неё что-то с лицом случилось. Она любит волчьи потрошки кушать на обед. Любит проводить эксперименты на всём, что движется. Мечтает убить Бенди, но я думаю, это её полный портрет. Ну, спасибо, помог так помог. Ой, я ещё одну важную деталь забыл. У неё же нимб в голове застрял и, видимо, мозг ей повредил. Ладно, ладно, достаточно, Кол, ты уже отлично описал Алису. Просто идеальный портрет ей сделал. Она будет рада, когда это услышит. Ну вот, теперь у нас по программе твоя критика начинается. Давай вперёд. Ну что, котятки, все готовы? Сейчас будем вас критиковать. Только чур не обижаться, сами попросили. Кто не просил, извините, случайно попали. Чара Аниматроник, это самая симпатичная чара из всех, которых я видел. Мне понравилось. У меня закончилась фантазия. Новый год на носу, фантазия должна бить ключом. Кармашек у Бориса. Автор, ну куда ж ты прилепил ему кармашек? Ну, в самое неудачное место. Так, тут что-то с ногами. Такое ощущение, как будто они картонные и лежат отдельно. Здесь вообще пора вызывать экзорциста. Ноги тоже самое. Куда она их вывернула? Здесь ручоночки коротковаты. Подлиннее немножко ручки и с пальчиками что-то сделайте. Здесь тоже самое. Ноги, ноги, что у нее с ногами? Эшли, 20 лет, убийца 80 уровня. Оружан я не ожидал. Вот еще один ее рисунок с ножом. Злая такая девочка. А вот это Оружан рисовала до того. Она явно связалась не с той компанией. Автору Сары надо научиться добавлять уже тени и убавить чуть-чуть контуры потоньше. Арбузка, прекращай тягать штангу. Покрути обруч, у тебя появится талия и плечи будут поменьше. Надежда, мы тебя критиковали за штриховку. Опять повторимся. Сначала штрихуем края, потом уже все остальное. И вообще, зачем тебе столько критики? Здесь могу сказать, что одна ручонка длиннее другой чуть ли не в половину. Наша прекрасная Алиса. Здесь ничего не могу сказать плохого. Все нарисовано красиво, тени. Дети, которые только научились рисовать, объясните, зачем вам критика? Нет, вас я критиковать не буду. Так, следующий рисунок. Зэка. Ну, тут, в принципе, ничего страшного нету. Ну, носик бы побольше. Шэдоу, защитник светлого мира. Рисунок красивый, только немного с футболкой. Косячок, как будто он беременный. Здесь ничего плохого не вижу. Можно тени, тени добавлять. Сэмми почему-то очень красивый. А вот Вероника себя никак не научится рисовать покрасивее. Этот олень мне очень нравится. Красивый пейзаж, хоть и не в тему у нас здесь, но мне нравится. Анти очень красивый. Так, колл с Эднес, да мы все красавцы, что я могу сказать. Критику от Бориса. Видно, автор меня очень боится. Ладно, не буду ничего плохого говорить. Нормальный рисунок. Это просто шедевр, тут даже говорить нечего. А сейчас дельный совет от Сэмми. Мое имя Мария, я обожаю рисовать. Сейчас мне 12 лет, я обожаю Бенди и других персов. Мой любимый цвет черный. Добавь цвета в свою жизнь. Сэмми, 2 часа ночи. Не важно сколько ночи, добавь цвета. Итак, включаем магию, добавление цвета. Давай мощнее, мощнее магию. О, пошел цвет, пошел. Магия работает. Слышь, Бенди Поттер, ты может отойдешь в сторонку, я еще критику не закончил. Да ладно, Текол, там уже нечего критиковать. Все, красивые рисунки почти разноцветные. Все отлично нарисовано. Вот здесь Стар срисовано, тут волосы подрисовали ей. Вот, Надежда, еще один рисунок. А если вот, например, скажут, что нет карандашей разноцветных? Что ты сказал, мой друг, нет карандашей? Эй, ребят, мы вообще-то в кафе. А, ничего страшного, он сейчас будет в кафе карандаши цветные искать. Вот я знаю, у этого автора вполне есть цветные краски, но он не захотел их раскрасить. Но у этого автора есть плюс, он хоть и рисовать умеет. Лысые персонажи с огромной челкой пугают меня больше этого рисунка. Нет, Татьяна Восков-Тейл меня вообще не пугает, она наоборот смешная. На сегодня, я думаю, критики достаточно. Всем пока, котятки, кто хотел критики... Эй, подожди, какой пока? Ты куда собрался? Борис, начальник, нас никуда не пустит. Все, он там на дверях встал, нас не выпустит, пока мы выпуск не закончим. Эй, а почему я? Ну пусть Сэмми тебе поможет. Вот у него тут... А, ну хотя да, у него тут любовь-морковь, ему же некогда дела делать. Да, у Сэмми любовь-морковь. Вот видишь, тут Алиса тоже мне в сердце стрелой прям попала. И говорит, все будет хорошо. Нет, спасибо, не надо мне стрелу в сердце, я еще жить хочу. Ну что, ребята, поехали экспрессом до самых комиксов. Да, последняя остановка будет комиксы. Это война у Нурай. У нее война идет, и вот это сзади, это ее клоны БДС, если... Или БДЦ, если не ошибаюсь. Это Херзи в разных своих вариантах. О, это красивая пони. Наконец-то кто-то нарисовал какую-то другую пони, а не такую однообразную. Так, Роснадзор Тян. Вид сзади, вид спереди, такой симпатичный демон. Он Геральт-убийца, которому 120 лет, ведьмак, он убивает ведьму. Здесь очень много всего. Здесь девочка говорит, очаровывая всех. Дальше Бенди, Сэднес почему-то от этого в шоке. Потом внизу он там схватился за ноги, кричит, нет. Потом она спит на плече у Сэби, Сэби делает со мной селфи. Кол хочет кого-то запилить. Так, а здесь она сушила волосы, видимо, над газовой плитой. И у него волосы загорелись, Сэднес за ней бежит и кричит, подожди, я тебя сейчас потушу. Так, эта девочка утверждает, что она лучше Кола, что у неё много всяких личностей и куча разных способностей. И шанс с ней подружиться просто равен нулю. Так, это какой-то злой волк. Критику не надо написали. Так, это Сэмми Волк. Волк Сэмми его зовут. И для тех, кто думает, что мой волк страшный, он не страшный, он милый. Так, Борис, а это вот, кстати, Крис, познакомься. Это из вселенной Кола. Ты в прошлый раз спрашивал, кто это такой. Вот, имей в виду. Сэмми в очередной раз утешают Настю Белку. Кстати, Сэмми, у тебя свадьба на 30 декабря там назначена. Но я думаю, я тебя никуда не отпущу. Я тебя вот так вот схвачу и буду держать, и ты от нас никуда не уйдёшь. Мой лорд, ну это, наверное, другой Сэмми из другой вселенной. Я тоже надеюсь. И вот это тоже не я, это Вовка, слава богу, что это Вовка. Его женят на Хантон. Это первый день свадьбы, бедный Вовка. Это Худи, братик Бендика. Возраст неизвестен, он настоящая кукла Вуду. Так, здесь просят критику. Ну, не знаю, отличный рисунок, кроме там что-то между ножикой у меня торчит. Извините. Так, Алиса, мы сегодня с тобой не близняшки. Так, спасите Биона, кто возьмёт права на Биона. Заберите кто-нибудь Биона. Кэпхэд говорит, гав-гав-гав, я пою вперёд, патруль. Вперёд, патруль. Это из щенячьего патруля, если кто не понял. Митли, хватит делать дэп, делает четвёртую главу. Дельное предложение. Кэпхэд говорит, это шедевр, ха-ха-ха, Бенди, иди сюда. Ну, вполне нормальный рисунок, Мона Лиза. Так, это Мария топит кола за то, что он её в прошлой передаче критиковал. Её рисунки, её английский язык. Так, Медуза Гаргона, точнее, дочь Медузы Гаргоны. Ну, ничего, симпатичная, вполне дочь. Так, это кто-то надкусал мои печеньки, я в шоке, бегу уже. Ну, у меня ещё есть печеньки, тут просили критику. Нормальный рисунок, кружку там поровнее можно поправить. Эй, ты милый, говорят Редмонду. Он говорит, спасибо. И потом ему говорят, это шутка. Он, что ты сказал? Значит, Редмонд у нас хочет быть милым. Так, а вот это написали, что это брат Алисы. Но бывает иногда демоном. Это, по-моему, Эннард из ФНАФ. Ну, держитесь, шиперы. Зелёная голова-кружка идёт за шиперами. Это Анвил Миша. Это Лили, она любит смотреть наш канал и любит рисовать Бенди. Идеальный вариант. Моя создательница заболела. Я думаю, пока этот рисунок стоял в очереди, она уже выстроила по-любому. Сэмми на лице есть кровь, она настоящая. О, боже мой. Бенди надзортян. Так, кэпхэт, га-га-га, я жужужу. Я с дезмозглыми дружу. Слушай, Кол, ты знаешь, кто такие дезмозглые? Я думаю, это те, кто дезы ставят, дезмозглые. Логично, логично. Эй, Надя, что случилось? Что с твоим глазом? Кто его покоцал? Это Бенди, я просто его печенье съела. Бенди, говоришь? Да. Ну, Бенди, тебе не жить. Эй, Надя, не хочешь со мной прогуляться? Да, хочу. А я не хочу. Ха-ха-ха. Кол, ну ты чё такой жестокий? Ладно, шучу, Надя, прогуляемся. Бенди, ты готов к Хэллоуину? Агась. А где твой костюм? Он мне не нужен, я и так страшен. Но ты же мимимилый. А ну-ка, повтори. Это девчачья пижама. И это тоже. А? А это страшная. О, а это подходит. И пушок меня успокаивает. Я не знаю, почему. Почему эгоистичный характер Лоуренса нравится мне. И да, Катеринка, твои нервы – это что-то. Они врут, ты красиво рисуешь. Но они... они... Нет, не важно, как, главное, что ты хочешь. Понимаешь? Ого. А теперь обнимашки? Лады, лады. И я тоже, и я тоже. Так-так-так, за компом никто не сидит, дома никого нет. А-а-а... А-а-а... Ну, приветик. Подари мне любовь. Нет. Подари мне любовь. Нет. Подари мне любовь. Я тебя ненавижу. Ну, чё за жестокий такой комикс? Иди об нему. Всем привет, я Роза, мне 12. Я хочу делать комиксы и арты для канала Катеринка. Надеюсь, вам понравятся мои арты и комиксы. И я не умею рисовать голову Бенди. Бенди, я убью тебя за прическу! Кол, что с тобой? Не твоё дело, мелкота. Ну, скажи. А-а-а, ладно, только не мучай меня. Меня просто все бьют из-за моей критики, хулиганства, драк и так далее. Меня бьют за то, что человек не умеет фотографировать. Я критик, я хулиган. Ох, Кол. Да, это уже всё пустяк. Я уже привык к этому. А теперь дай мне побыть одному. Ну, ладно. Раны, Кол, это мои заботы. Так устроена моя жизнь. Я просто накажу обидчиков. Чего? Я научу обидчиков манерам. Надя, почему ты не наденешь свою повязку, а? Просто она меня уже достала. Мне и так удобно. Я думаю, что нет смысла её носить. О, ну ладно. А то просто я пока не могу привыкнуть к твоему глазу. Думал, попрошу, чтобы ты у Анти взяла повязку. Как будто ты её потеряла или она у тебя порвалась. Эй, мой лорд, я сделал вам обед. О, да, Сэмми, спасибо, уже бегу. О, выглядит аппетитно. Спасибо, Сэмми. Фу. Хм, почему бы Анти не улыбается? Хм, странно. Надо его развеселить, он по-любому мне скажет спасибо. Настя нет. Настя! Ну всё, тебе не жить! Он? Ой, Ару, он упоротый. Сто тысяч лет ему, да? Чё орать-то? А, его никто не полюбит. Наверное. Вау, твоя дракоша была милой, когда была маленькой. Она и сейчас милая. А как ты её нашла? Ну... Три года назад. Ребят, в этой пещере нет деталей для чернильной машины. Идите дальше! Ауч! А, я ещё жива? Эй, ты там в порядке? Оставайся, мы сейчас спустимся! Ага. Хм, что это за звук? О-о-о-о! Ого! Что ты там увидела? Это маленькая дракоша! Я назову тебя Джесс! Наше время. Погоди, получается за три года она настолько выросла? Ну да, драконы её вида быстро растут и медленно стареют. Ты в курсе? Ага. Чего? Что хуманизация только для вещей. Ага, у неё бита. Пора валить! Даша, я тут список страшных историй составил. Если хочешь, можешь их посмотреть. А ну дай взглянуть. Бенди, я видела эти страшилки. Поверь мне, они совсем не страшные. Эээ... Страшилки про клоунов? Нет, только не эти исчадья ада! Эй, в аду только одно исчадье, это я! Неправда ты из преисподней? А, ну хотя да. Всё же, почему ты боишься клоунов? Они дарят радость многим детям. Ага, посмотрим, как ты будешь радоваться, когда один из этих почтальонов радости вырвет твоё сердце и подарит одному из этих детей. Чего? Борис, я отказываюсь идти в цирк на этих выходных! Ну почему? Как это почему? Я ещё жить хочу! Когда увидела, как откомментировали твой комикс... Кол, Сэднес, а ну-ка сюда! Вы посмотрите, как вы плохо играли роли! Фальшивая злость! Фальшивые слёзы! Идите и снимайте ещё! А-а-а! Меня убивают! А-а-а! Меня душат! Ну вот, молодцы! Закадровая съёмка. Значит так отдай Сэднеса, а ты не пострадаешь! Эээ, Кол, ты меня за титьки схватил? Ну всё, хватит! Нет! Эээ, не жри варенье, это театральная кровь! Ты съел всё варенье? Теперь нам нужно вспороть руку Сэднесу! Эээ, я увольняюсь! Кол, не трогай Сэднеса! А-а-а! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Вам всем пипец! Ну ё-моё! Это тоже был комикс, но мы тут ничего не смогли прочитать, кроме того, что я превратился в печеньку, и Борис стал меня есть, и я кричу, я не печенька! Да рисуйте меня, я гораздо лучше, чем Софи! Ну, не знаю, может быть и не лучше! Так, тут я увидела, что это Джессика, и она не любит, когда бьют кола! А это вот мы с Колом, и нас рисуют карандашами! Так, а здесь я предлагаю Алисию стать моей женой! Не-е-е, не хочу! Ай-су-ру! Она любит кола, но этим всё сказано! С Ай-су-ру всё понятно! Мы живём без правил, говорит Мария! Разве, спрашивает Сэднес! А я смотрю на вишенку и говорю, это моя жизнь! А что моя жизнь, как вишенка? На тортике! Вот на этом, который несёт этот товарищ! Джоуи, что? Хочешь сыграть в игру? Критику большими буквами, если я не ошибаюсь, это Совка-морковка! Судя по стилю, да отличный рисунок! Здесь тоже очень красивый рисунок! И, пожалуй, на этих рисунках мы закончим наш сегодняшний выпуск! Всем пока, ребята! Удачи! Вдохновения вам большого! Я вас всех люблю! Пока-пока! Наш канал поздравляет с днём рождения! Анну Майорову, Фрис Кандертейл, Егора Бондарцова, Оришку Чернилька, Юлю Жеборкину, Екатерину Тайлакову, Дашу Рожкову, Алису Агрес, Псовку Морковку, Джеки Безглазую! Викторию Беренгард, Котёнка ТВ, Владислава Розонова, Соню Соковцеву, Алису Лис, Николая Ростовского, Артёма Маняхина со 100 друзьями поздравляем! Передаю приветик, а я стану! Виктории Паркур, Маше Петришиной, Ани Дичковой Салютик! Звёздочка Баттерфляй, привет! Мэри Кэт, привет! Шуль Лайф, привет тебе и обнимашки! Мангл Тёмик, приветище! Всем пока, ребята! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok